Часть десятая. Шум подкатил, хлынул, бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукомойнике. Поезд прошел, и теперь в окне снова раскинулась в веерная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин в апреле, под вечер. В этот четверг, в сумерке, когда всего глуша гул поездов, к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара, передать ему Людмиле на слова. «Скажи ему так», — бормотала Людмила, когда от нее уходила подруга, — «так скажи, что я не из тех женщин, которых бросают, я сама умею бросать. Скажи ему, что я от него ничего не требую, не хочу, но считаю свинством, что он не ответил на мое письмо. Я хотела проститься с ним по-дружески, предложить ему, что пускай любви не будет, но пускай останутся самые простые дружеские отношения. А он не потрудился даже позвонить. Передай ему, Клара, что я ему желаю всякого счастья с его немочкой и знаю, что он не так скоро забудет меня». «Откуда взялась немочка?» Поморщился Ганин, когда Клара, не глядя на него, быстрым, тихим голосом передала ему все это. «И вообще, почему она вмешивает вас в это дело? Очень все это скучно». «Знаете что, Лев Глебович?» Вдруг воскликнула Клара, окатив его своим влажным взглядом. «Вы просто очень недобрый. Людмила о вас думает только хорошее, идеализирует вас. Но если бы она все про вас знала...» Ганин с добродушным удивлением глядел на нее. Она смутилась, испугалась, опустила опять глаза. «Я только передаю вам, потому что она сама просила». Тихо сказала Клара. «Мне нужно уезжать». После молчания спокойно заговорил Ганин. «Эта комната, эти поезда, стрепня Эрики, надоели мне. К тому же деньги мои кончаются. Скоро придется опять работать. Я думаю в субботу покинуть Берлин навсегда. Махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт». Он задумался, сжимая и разжимая руку. «Впрочем, я ничего не знаю. Есть одно обстоятельство. Вы бы очень удивились, если бы узнали, что я задумал. У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет». «Какой он, право, странный», — думала Клара, — «с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек нам дорогой предается мечте, в которой нам нет места». Зеркально-черные зрачки Ганина расширились. Нежные частые ресницы придавали что-то пушистое, теплое его глазам, и спокойная улыбка задумчивости чуть приподнимала его верхнюю губу, из-под которой белой полоской блестели ровные зубы. Темные густые брови, напоминавшие Кларе обрезки дорогого меха, то сходились, то расступались, и на чистом лбу появлялись и исчезали мягкие морщинки. Заметив, что Клара глядит на него, он перемигнул ресницами, провел рукой по лицу и вспомнил, что хотел ей сказать. «Да, я уезжаю, и все прекратится. Вы так просто ей и скажите. Ганин, мол, уезжает и просит не поминать его лихом. Вот и все».